Сегодня у Дворца культуры непривычный для всех график работы – до 11 часов ночи. Пандемия на несколько месяцев разлучила работников Дворца со зрителями, но творчеству нет предела, и все время, пока сидели на самоизоляции, культура шла в массы. Правда, в большей степени онлайн, но зато не останавливаясь. Оттого и тема нынешнего культурного вечера была, что называется, у всех на устах. Искусство вдохновляет на победу. Победу над своими, может быть, плохими настроениями, над тем, что именно сегодня так важно объединиться, для того, чтобы создавать в городе приятные поводы, события. Ну, а год памяти и славы – это, конечно, та великая дата, которую мы не могли пропустить. Тема благодарная, актуальная, вечная. Кому, как не детям, говорить сегодня о Великой Отечественной войне? Они знают о той страшной пятилетке лишь из книг по истории. Хорошо, что так. Сегодня главная задача, чтобы помнили и бережно относились к подвигу наших солдат. Поэтому в театре «Кукол-улыбка» решили поставить мини-спектакль о патриотизме. Сначала идет мир, потом начинается война, вслед за войной у нас выступает победа. Мы это все будем показывать на нашем экране. Мы показали саму боль, то, как люди, ну, через такие минимальные, грубо говоря, световые эффекты, звук, и через, собственно, сами фигурки, можно увидеть достаточно то, что переживали люди, то есть как они шли на войну, как они воевали, какая была радость, когда была победа. Запечатлеть историю от мирного до победного неба за 10 минут сложно, но театралом под силу. С помощью картонных декораций и прожектора у ребят из коллектива «Улыбка» получилось не только вернуть зрителей на 75 лет назад. Они еще смогли вовлечь гостей в представление. Мы тоже согласились. Интересно ведь стать частью искусства. «Улыбка» 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 Победа Победа Голубь Мира Искусство манит. Решили сделать этакий оленький цветочек. Кстати, выяснилось, что мастер-класс по его изготовлению ведет декоратор Дворца культуры Галина Калугина. Вот так повезло. Именно эта женщина готовит так называемую сценическую одежду для представлений во дворце. Интересно получить от нее пару полезных советов. Творческая работа должна вообще делаться вся с душой. Если делать с душой, то и получается все красиво. Основание раскрашиваем фломастером или маркером. То есть вот таким вот образом перехлест. Сделаю сама, потому что... А дальше, как по волшебству, за считанные минуты собрали стебелек и приклеили лепесточки. Вот так, под четким руководством профессионала, спустя 15 минут из-за стола мы вышли с готовым сувениром. Сразу вспомнились рассказы дедушек о том, как в молодости они ходили на танцы, дарили девушкам цветы и кружились под ритм вальса. Кстати, на «Ночи искусств» тоже можно было разучить пару простых «па». В танцевальном зале без перерыва шли уроки от хореографа Александра Заболуцких. В той эпохе жили, мы только вальсы и танцевали. Драва, влево, драва, вверх. Еще чуть-чуть. Покачаемся, расслабьтесь. Я хочу, чтобы люди окунулись в эту атмосферу, почувствовали ту радость, то счастье, которое люди получали в те годы, когда были довольно тяжелые времена, но они находили время, они находили силы, чтобы просто танцевать, чтобы просто радоваться жизни, слушать красивую музыку, влюбляться, ощущать друг друга. Поэтому это прекрасно. Если люди приходят, значит, им это тоже интересно. В фойе ДК тем временем развернулся настоящий боевой арсенал. Сразу две выставки. Эту, более современную, привезли члены общественной организации «Граница». Здесь сплошь макеты оружия. Можно взять, сфотографироваться и послушать интересные рассказы о том, как искусство и война всегда шли рука об руку. Это же неотъемлемая часть друг друга. То есть, без песни не воевали, без театра не воевали. Ну и народное творчество. Без этого никак невозможно. Это сила духа нашего народа. А рядом уже история, поднятая из глубин российских земель. Это подлинные вещи советских солдат, которые сражались за родину. Благодаря стараниям нашего земляка Сергея Вараксина, сегодня эти реликвии доступны полевчанам. Искусство – это история тоже. А историю надо поддерживать, узнавать ее, какие-то белые пятна искать. Люди просто сами подходят и интересуются. Значит, где-то у них трогается. Я тоже почему-то каждый год езжу за свои деньги, за свое время. Что-то тянет. А я даже объяснить не могу. Почему я езжу? Ну, езжу и буду ездить, пока в это время есть. Силы. Полевчане настолько соскучились по праздникам, что с огромным удовольствием пришли в ДК, чтобы наконец-то вживую получить порцию искусства. Мы ждем уже полгода, когда нас сюда обратно позовут. Какое-то развлечение, все равно разнообразие. Дома сидеть уже надоело. Я вот уже сегодня проплакалась. От чего? От театра кукол там. Поучаствовали мы. Дети показывали войну. Театр теней. И вот впечатление произвело. Ночь искусств 2020, проведенная в ДК, показала, как важно быть вместе, не терять надежду, не падать духом. Русский народ всегда был стойким к любым невзгодам. Твердо зная, и это выдержим. Главное, что прекрасная сила искусства всегда была с нами рядом, вдохновляя на подвиги. Ольга Демьянец, Константин Миронов. Новости 11 канала.